Сейчас эта фирма известна почти во всем Приднестровье. Воздушные шары любых форм и размеров, световое и звуковое оборудование. Правда, чтобы добиться определенного успеха, ее основателю предстояло поработать и инженером по снабжению, и энергетиком, и даже милиционером, пока не появилась идея создания собственного дела. Все началось с того, что мы решили, что в нашем регионе в то время были плохо оформлены залы, рестораны. Было время разрухи, было время переходного периода, дикие нулевые. И, конечно, мы открылись как фирма по представлению услуг по оформлению помещений, по проведению специальных эффектов. Фундаментом предприятия стал аэродизайн, изготовление композиций из воздушных шаров. Сейчас, говорит Олег, из них можно изготовить практически что угодно, оформить любое мероприятие. Причем можно довериться дизайнеру из организации, а можно позаимствовать идею в интернете. Ее тут тоже смогут реализовать. Шар-компания – это комплексная студия. Мы занимаемся практически всем видами, скажем так, шоу-индустрии. Мы и оформляем помещения, и создаем специальные эффекты. И прокатываем световое, звуковое оборудование. Также продаем, инсталлируем, рассчитываем помещения, рассчитываем комплексы. То есть все, что связано с шоу-мероприятиями, все это мы реализуем непосредственно. Ну, такой комплекс, скажем так, услуг, которые мы можем предоставить от А и до Я. За время работы в этой студии Олег, который по образованию энергетик, получил еще несколько специальностей. Это и работа с емкостями под давлением и с взрывоопасными газами, а еще с пиротехническим оборудованием. Для этого пришлось получить лицензию пиротехника. Но одна из главных сфер деятельности – работа со звуковой и световой аппаратурой. Их приборы сейчас освещают мероприятия в городском дворце культуры. А все, кто приобретают фрукты и овощи на центральном рынке, слышат объявления из громкоговорителей, которые установила фирма Шар и компания. Мы являемся подразделением одесской компании уже на лет 10, наверное. Компания называется «Лайтек». Это самая крупная компания в Украине, которая занимается поставками, инсталляциями специального светового и звукового оборудования. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно, осмотр помещения и изготовление самого проекта, что там необходимо. Если это что-то значимое глобальное, то наши инженеры, либо наши, либо инженеры с Одессы приезжают на место, осматривают помещение и, соответственно, составляют, что необходимо. Смету, проект, техническое задание. После этого все очень просто. Мы привозим и под заказ, у нас есть в наличии. Человек, который к нам приходит и заказывает какую-то услугу, приходя к нам, он, передавая нам свои какие-то озабоченности, с себя снимает полностью весь груз ответственности. То есть дальше начинаем работать мы. Хотелось бы, конечно, чтобы в республике появился свой физический комплекс. Есть и люди, которые его обслуживают, есть и специалисты, которые могут на нем работать. Вот итогом, так думаю, своей деятельности я бы, конечно, видел бы, чтобы в Террасполе появился комплекс, чтобы этот комплекс работал на развитие культуры, чтобы у нас появились какие-то ежегодные приличные фестивали, которые показывали бы, что мы можем. Мы приглашали бы к себе гостей, которые показывают, что они могут, чтобы мы обменивались своими знаниями, опытом. Всем тем, кто сейчас только заканчивает учебу и начинает подумывать о предпринимательстве, Олег советует найти интересную для них сферу и идти к своей цели всеми путями. При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя сдаваться, даже если вначале это дело не будет приносить прибыли. Со временем любимое занятие не только поможет заработать, но и сделает вас счастливым. Редактор субтитров А.Семкин